Михаил, поясните, пожалуйста, последнюю неделю видим активизацию Российской Федерации, особенно по Харькову и по Запорожью. Буквально по несколько раз в день, а то и больше, слышны громкие взрывы в этих городах, что Харьков, что Запорожье. Понятное дело, Российская Федерация говорит о так называемой деноцификации, уничтожены уже миллионы наемников, боевиков, как они говорят и так далее. Но что на самом деле не публично преследует Путин и военное руководство Российской Федерации, нанося террористические удары по жилым домам и кварталам? Как Харькова, так Запорожье, так и мирных городов. Ну, во-первых, давайте не забывать, что классическая нацистская идеология сегодня является сутью российского политического режима. Они поэтому и заявляют о деноцификации, это, например, вор, который кричит, держи вора, классика. И в данном случае в исполнении Российской Федерации в пропагандистском смысле мы это видим в идеальном варианте. Это первое. Второе. Ну, несомненно, они преследуют несколько целей. Первое. Это расширение геноцидного компонента для того, чтобы довести, скажем так, Украину до такого максимально депрессивного состояния. Ну, то есть, не имея возможности продавливать линию фронта, они, соответственно, сегодня сконцентрировались на двух основных технологиях. Скажем так, это первая технология – удары по гражданскому населению, причем сдвоенные удары. Мы видим с вами изменение этой тактики. То есть, сначала наносится удар по многоквартирному дому, потом, когда там собираются спасатели, наносится второй удар для того, чтобы, опять же, умышленно, подчеркиваю, мы просто все время забываем это подчеркивать, умышленное действие, потому что все это является военными. Не только военные преступления, но и преступления против человечности. То есть, когда ты умышленно ждешь подъезжающих спасателей и наносишь второй удар, зная, что там сейчас будут находиться гражданские лица в большом количестве. Это первое. Второе. То же самое они делают по линии фронта, управляемой авиационными бомбами. То есть, не имея, еще раз подчеркиваю, других военных технологий, других военных ресурсов, кроме вот этих двух, они пытаются их полностью реализовать. Потому что, опять же, здесь мы переходим в второе. Они видят вот это некоторое колебание со стороны наших партнеров, которым, в принципе, мы уже открыто на разных площадках говорим. Смотрите, ну, понятно же, чем занимается Россия, понятно, как этому противодействовать. То есть, дополнительные системы ПРО. Но они на складах, конечно, очень важны. Они там решают фундаментальные, я так понимаю, стратегические задачи, находясь на складах в 5000 километров, допустим, от линии фронта в Украине. Конечно, они важны, мы в этом не сомневаемся. Но, тем не менее, 5, 6, 10 систем, ну, если мы говорим о том, чтобы была универсальная система такого типа, как Патриот, они будут решать задачи как раз-таки полностью закрывать небо над Харьковом, Запорожьем, ну, центральной части Украины и югом Украины. И вот Россия, видя нерешительность в, скажем так, в правильной оценке того типа войны, которую Россия ведет против гражданского населения в Украине со стороны наших партнеров, они, конечно же, используют этот ресурс. Опять же, этот ресурс должен, знаете, третью составляющую решать этого информационного влияния на этих партнеров, которые должны типа думать, ну, смотрите, у России очень много инструментов, очень много ракет, очень много авиационных бомб, они будут это применять, это будет масштабировать потери. Давайте все-таки как-то думать о принуждении Украины к капитулятивному завершению этой войны в пользу Российской Федерации. Ну, вот на это расчеты делают. То есть Россия предсказуема, она не имеет каких-то там особо изощренных тактик или стратегий. Она, собственно, очевидно уже доказала несколько вещей. Первое, нацистскую сущность, о чем мы вначале говорили. Второе, о количественном, о попытке количественного давления по линии фронта и, в принципе, давления на гражданское население. И третье, собственно, геноцидные компоненты в тех технологиях, которые они сейчас применяют по линии фронта и по атакам на гражданское население Украины. Вы заговорили о системах Патриот, которые могут защитить и город Харьков, в том числе дополнительные системы Патриот. Ну, к слову говоря, и президент Зеленский публично уже не единожды говорил о том, что нам нужны эти Патриот для того, чтобы защитить мирные города. И глава офиса президента, господин Ермак Андрей Борисович, тоже говорил не единожды и говорит об этом на всех площадках. А в чем причина того, что эти Патриоты либо не предоставляют, ну, а купить их, понятное дело, в принципе, нереалистично? Кстати, на этом еще играет российская пропаганда очень сильно, придумывая то, что якобы Европейские союзники, партнеры Украины, Украину бросили. Разъясните этот момент, пожалуйста. Наоборот, никто не бросил. Давайте объективно, если говорить о Европе, то наоборот, мы видим существенное наращивание военной помощи, военных пакетов помощи Украине. Другой вопрос, что Европа, к сожалению, для них считала, что блок НАТО, где доминирующую роль играют Соединенные Штаты, всегда будет в состоянии обеспечить покрытие необходимого дефицита в тех или иных военных средствах и, соответственно, сами не инвестировали достаточно в военное производство. Сейчас этот вопрос дорешается, да, то есть инвестиции идут, военное производство разворачивается, Европа будет накапливать на своих складах достаточно много различных видов оружия, часть из него будет идти в Украину, это нормально, но это требует какого-то времени. Почему по Патриотам такая странная ситуация? Ну, я бы нашел несколько вариантов, которые так или иначе оправдывают, ну, не оправдывают, а объясняют этот парадокс. Первое, это все еще остаточный страх, ну, то есть, как бы, европейским странам, особенно восточной, северной Европе, кажется, что вот буквально завтра Россия будет атаковать их ракетами, в том числе имеется в виду теми же баллистическими ракетами, гиперзвуковыми, ну, формально гиперзвуковыми, потому что, как оказалось, все, что делала Россия, это всегда был фейк, вот на этот расчет, на этот блеф, да, то есть у нас есть такое невероятное оружие типа тех же кинжалов или тех же цирконов, поэтому давайте вы будете, в принципе, по умолчанию сдаваться и так далее. Оказалось, конечно, что это все не так, но, тем не менее, страны-партнеры наши, они все равно испытывают такой внутренний страх, что вот Россия будет применять эти ракеты, давайте просто пусть патриоты стоят у нас. Вторая составляющая, это все еще остаточное действие вот этого феномена под названием «Если мы что-то будем передавать в большом объеме Украины, то это будет способствовать эскалации войны, масштабированию войны». На самом деле все выглядит наоборот, чем медленнее поставки идут в Украину, тем вот как раз эта эскалация и масштабирование происходит, да, потому что Россия думает, все время думает вот так примитивно, ну, потому что это примитивная страна, они думают «Еще немножко и мы дожмем, еще немножко мы доломаем, еще немножко мы пересидим коалицию проукраинскую Украину и так далее, еще немножко и мы выиграем в этой войне, ну, или, по крайней мере, не проиграем». И вот эта, знаете, неправильная постановка акцентов, типа передача Украине чего-то в большем объеме будет способствовать эскалации, она все еще, к сожалению, продолжает действовать. Третья составляющая, это такая общая, глобальная, да, до сих пор еще играющая тема, что Россия – это большая милитарная страна, с ней нужно считаться, все-таки у нее есть свои интересы, да, эти интересы идут вразрез с интересами демократических сообществ, но тем не менее мы же договорились о каком-то там конструкте безопасности или каких-то договоренностей в Европе, ну и давайте как-то пытаться договариваться и тому подобное. То есть вот этот, знаете, такой общий российский, пророссийский страх, он еще слышится. И четвертое, конечно же, это работа российского лобби, пророссийского лобби, не всегда это прямая агентская работа, часто это могут работать так называемые полезные идиоты, вы прекрасно знаете, это большое количество людей, плюс есть такие партии, там ультралевые, ультраправые, которые пытаются пассионарно влиять на электоральные среды, ну то есть вызывать те или иные, опять же, отношения, и к войне в том числе провоцировать вот эту усталость, ну то есть говорить о том, что вот война большая, мы от нее устали, если мы ее завершим, то все будет вообще и выглядеть иначе, цены расти не будут. Ну достаточно примитивные тезисы, которые, к сожалению, очень часто в электоральные среды заходят. И вот это пророссийское лобби на тех или иных площадках продолжает работать. Да смотрите, даже вот буквально недавно увидел в очередной раз удивительнейшего человека, я сейчас сарказмом говорю, да, потому что более циничных людей, наверное, не существует. Это Шрёдер был такой канцлер Германии, который долгое время сидел в наблюдательных советах российских сырьевых компаний. Вот он выходит и на красном глазу рассказывает о том, что смотрите, так а чего? Демократия в России в полном объеме, у них выборы есть, мы должны называть это выборами. Когда корреспондент спрашивает, так там же не было конкурентной среды, не было альтернативы, не было оппозиции, нету свободных средств. У нас не нравится, говорит, да, но они ведь прямо не запретили выборы, значит это выборы, значит это демократия, значит мы должны это признавать и так далее. То есть вот такого много, а это ведь не последнее лицо в свое время было в той же Германии, вот такого, кстати, много и сейчас оно все больше и больше поднимает голову. Почему? Потому что, ну в принципе, вот этот шок прошел от начала войны, от середины войны, да, шок прошел от того, что, к сожалению, вот это очень важный психоэмоциональный параметр, шок прошел от того, что Россия применяет вот этот о том, чем вы сначала говорили, геноцидный компонент, атакую крылатыми ракетами умышленно гражданское население, то есть это каждый день, каждую ночь, знаете, есть такое привыкание, как это не парадоксально звучит, привыкание к смерти, да, то есть как бы, и наши партнеры видят, ну да, их опять протоковали ракетами, да, опять в Харькове погибло там 6 человек, условно говоря, 5 человек и так далее, да, мы видим там 9 зданий многоквартирных повреждено в Днепре, но это же вчера тоже было, позавчера тоже были, мы к этому привыкли, ничего нового в этом нету. Вот это все сказывается на том, что, ну давайте еще немножко пообсуждаем, мы, кстати, давайте не забывать с вами бюрократию, она никуда не делась, к сожалению, коллективная демократия всегда параллельно или рука об руку идет с большой бюрократией, и вот эта бюрократия осталась. Давайте еще пообсуждаем, надо ли нам дополнительно там 5-6 систем патриотов передать Украине, передадут ли они, давайте подытожим, передадут однозначно, дожмет ли Украина наших партнеров с точки зрения понимания того, что закрытое небо это главная концепция в этой войне, она должна быть реализована и с точки зрения линии фронта, там F-16 нужны, и с точки зрения гражданского населения, здесь как раз-таки те же патриоты нужны, ну или другие системы противоракетные и так далее. Да, дожмет, к сожалению, это делается не так быстро, как нам бы хотелось, но опять же, вы абсолютно правы, на разных уровнях, включая президента Украины, эта тема постоянно поднимается, и причем она поднимается логически аргументированно. Михаил, на завершении темы поддержки, российская пропаганда сейчас потирает руки, когда видит очередные новости из Белого дома. Там сейчас, я напомню, идут дискуссии, не идет речь о том, что помощи Украине не будет, хотя российская пропаганда говорит так, что все, помощь от США закончена. Нет, там идут дискуссии, понятное дело, в преддверии выборов в Соединенных Штатах Америки. Насколько еще долго это может все затянуться? Для меня это сложный вопрос, потому что я привык к рациональным, прагматичным объяснениям природы тех или иных явлений, к логически структурному объяснению. Здесь вопрос ведь не в помощи Украине, как помощь. Здесь же вопрос о том, какое место будут занимать Соединенные Штаты, с какой репутацией они будут дальше двигаться. Для демократического мира крайне важно, чтобы Соединенные Штаты все-таки оставались страной, которая точно понимает и свое место, и место демократии, и что такое глобальное лидерство, и что такое правило, и что такое международное право. А в это нужно инвестировать. То есть, грубо говоря, чтобы считались теми правилами, которые ты доминантно прописываешь, а это делало именно Соединенные Штаты делали, то, соответственно, ты должен инвестировать в это. Сегодня инвестиции в Украину – это только инвестиции в американское лидерство и в американскую репутацию страны, которая действительно готова защищать правила, ими же прописанные. Если они этого не делают, то, конечно, они постепенно начинают отодвигаться на второй, третий, четвертый план. Почему? Потому что другие страны, которые понимают, что Соединенные Штаты не готовы нести бремя лидерства, будут пытаться это бремя перетянуть на себя. И не всегда эти страны будут с правильным мировоззрением, или с правильным пониманием того, что такое добро, что такое зло. Мы же видим целый ряд стран, которые хотят переписать принципы межгосударственного существования в современном глобальном процессе. Поэтому, конечно же, в принципе, для меня загадочно, почему вот эти основные аргументы, я не беру там вторичные аргументы, что основная масса денег, которые выделяются в рамках помощи Украине, остаются внутри Соединенных Штатов, идут в экономику, в рабочие места, военное производство, что основными донаторами той же республиканской партии являются военные производители, то есть производители оружия, что на 56% за 2023 год увеличилась доходность военных производств Соединенных Штатов. То есть они постепенно выдавливают Россию из глобальных рынков оружия, что, в принципе, они получают гигантское количество информации, которое позволяет апдейтить оружие, делать его более, скажем так, приспособленным к современным типам воин, ну и так далее и тому подобное. То есть для меня все это загадочно, потому что это имеет исключительно позитивные влияния или факторы для, собственно, самих Соединенных Штатов. То есть поддержка Украины для них – это и репутационно круто, и политически важно, и экономически крайне выгодно и так далее. Ну и я уже не говорю там обо всех остальных факторах, которые будут способствовать более-более тесной интеграции в рамках того же НАТО и тому подобное. Поэтому для меня это загадочно все. Ну то есть когда ты очевидные плюсы не замечаешь и ведешь дискуссию, да, она важна с точки зрения внутреполитической повестки, мы понимаем, что эта электоральная кампания очень жесткая, но еще раз, сумма, о которой идет речь, то есть инвестиции в собственную репутацию, не сопоставима, например, с военным бюджетом того же Пентагона. 900 миллиардов военный бюджет, то есть деньги, которые вы непосредственно тратите на качественную безопасность свою, на качественные вооруженные силы, опять же на репутацию страны, с которой лучше не связываться. Вот в рамках этой суммы даже 61 миллиард необходимой помощи Украине, ну это, ну как бы вы сами понимаете, не сопоставим, это 7% бюджета военного, только я уже не говорю про общий бюджет. Но тем не менее, об этом надо говорить с нашими партнерами американскими, надо говорить, то есть пытаться через те или иные площадки доказывать важность самоинвестирования в репутации, что делает не только Украина, кстати, а что делают и страны европейские, страны, которые активно лоббируют про украинскую позицию, необходимость финансирования Украины, необходимость военной помощи. Я думаю, что в принципе вопрос недель, наверное, хотелось бы, чтобы это был вопрос недель, чтобы можно было получить четко понятный объем пакетной помощи, в который будут входить важные для нас инструменты. Прежде всего, снаряды, прежде всего, ракеты для систем РСЗО, прежде всего, ракеты для авиационного компонента, авиация или обслуживание авиационное и так далее и тому подобное. Михаил, еще очень важный момент. Финляндия уже стала восьмой страной, которая подписала гарантии безопасности. Поясните, знаете, не юридическим, не экономическим, а фактическим языком, это уже восьмая страна. Что это дает сейчас Украине в долгосрочной перспективе? Это дает конкретные объемы, зафиксированные, опять же, юридически зафиксированные объемы финансовой помощи, которая пойдет на обеспечение обороноспособности Украины. То есть, грубо говоря, знаете, в чем проблема была, в принципе, начало и середины войны? То есть, это добровольная помощь других стран. Вот они посчитали, мы готовы там на 100 миллионов долларов или там на 200 миллионов евро выдать вам какие-то пакеты помощи. Это добровольные решения, то есть, они не гарантированы конкретными договоренностями, которые точно можно прогнозировано записывать себе, например, на определенные временные периоды, на три месяца, на шесть и так далее. Договор о гарантиях безопасности четко фиксирует две главные базовые вещи. Первое, срок длительности этих договоренностей 10 лет и на какую сумму денег в рамках военной помощи мы можем рассчитывать от той или иной страны. И тогда, соответственно, вы можете планировать свою обороноспособность. То есть, например, эти страны, выделяя какие-то суммы денег, пакеты эти военной помощи будут состоять из таких-то компонентов, например, там, снаряды или там дроны, или там дальнобойные ракеты, или системы противоракетной обороны. Другие страны будут выделять такие-то суммы на военные пакеты, в которые будут входить другие инструменты и так далее. То есть, соответственно, вы можете уже планировать, каким количеством того или иного оружия вы будете располагать в конкретный временной промежуток. И все это будет зафиксировано, еще раз подчеркиваю, юридически, недобровольно. То есть страна говорит, да, мы вам дадим, а потом оказывается, ну, у нас насладий нет, извините, как-то думайте, где вы сами будете брать. И, соответственно, конечно же, это полностью отличается от легендарного уже, да, преснопамятного, наверное, легендарного Будапештского соглашения, Будапештского меморандума, в котором было прописано намерение подумать, надо ли вам помочь, да, не более того. То есть там юридически как раз-таки не было зафиксировано конкретные объемы военной помощи или любой другой помощи, финансовой помощи, которая будет необходима в случае возникновения того или иного кризиса, такого типа, как война. Вот сейчас все это убирается, и 8 стран, это мало того, что это четко, календарно и финансово прописано, когда, какая помощь, в каких видах, какими инструментами она будет оказываться, 8 стран четко говорят, что они понимают важность Украины и, соответственно, готовы тратить конкретные деньги на эту важность. Второе, они понимают, что сейчас идет переосмысление безопасностного контура Европы в целом, и Россия должна быть отсоединена от Европы в полном смысле этого слова. Ну, то есть, грубо говоря, понятно, что это реально будет находиться рядом, но это не является Европой. И с точки зрения ценностей, и с точки зрения географии, и с точки зрения влияния на те или иные процессы, Россия должна быть изолирована от европейского континента как можно глубже, я бы так сказал. Третья составляющая, что, безусловно, ключевым, скажем так, агентом по защите Европы от притязаний такого типа, который несет за собой нацистская идеология Российской Федерации, будет, конечно же, Украина. Вот эти страны, 8, они четко, символично подчеркивают важность Украины для Европы. Михаил, еще очень важный момент. Российская Федерация, Путин, Лавров, кстати, недавно, они снова, в очередной раз, начали прокачивать вопрос переговоров. От вас, как от советника, руководителя Офиса Президента Украины, посты на сегодняшний день официальная позиция. О каких переговорах говорит Российская Федерация, и какая позиция тут Украины, Офиса Президента Украины? Позиция Украины неизменна. Президент Зеленский об этом неоднократно говорил. Есть четкие факторы, они прописаны в уже базовой формуле мира, где сказано, вывели с территории Украины войска, и тогда можно говорить о справедливом мире. Смотрите, Российская Федерация не предлагает никаких переговоров. Не используйте неправильно, я не к вам, да, слово переговоры, потому что Россия, точно так же, как нельзя использовать слово выборы, или слово президент по отношению к Путину, или там министр иностранных дел по отношению к Лаврову. Да, к сожалению, мир не готов еще к более правильному поведенческому формату по отношению к России, надо давить на этом направлении. Россия должна быть изолирована, Россия не должна носить там статус страны, которая действительно разделяет те или иные глобальные ценности, или разделяет то или иное международное право, с точки зрения как императива для выполнения, когда она общается на каком-то уровне. Давайте правильно назвать свои вещи. Россия не предлагает никаких переговорных площадок. Россия предлагает, в силу того, что все-таки война длинная, масштабная, она продолжает обнулять остатки российской репутации, продолжает обнулять российское влияние на глобальном рынке. Сегодня Россия совершенно не так выглядит, как в начале полномасштабного вторжения. Сегодня на Россию не смотрят так, как на страну, которую обязательно нужно считать большой, с которой нужно считаться и так далее. Тем не менее, Россия предлагает все-таки капитуляцию Украине. Ну, то есть, грубо говоря, Россия предлагает признать ее право не проиграть эту войну, не нести ответственность за военные преступления, не выплачивать никакие компенсации, репарации за разрушения, которые принесены, ну и, соответственно, не идти на собственную внутреннюю трансформацию. Для России крайне важно зафиксировать статус-кво, который есть хотя бы на сегодня. То есть, они понимают, что военным путем они все-таки не могут сломать Украину и не могут продвинуться куда-то существенно. Что чем дальше эта война будет идти, как это ни парадоксально звучит, тем меньше у них будет ресурса. Да, они еще сегодня имеют определенный ресурс, накопленный ресурс. Они еще получают часть ресурса от других стран, такого типа, как Северная Корея или Иран. Но, тем не менее, для долгой игры в рамках сопоставимых ВВП между проукраинской коалицией и протиррористической коалицией, которую собрала Россия, у них все-таки ресурсов не так много в долгосрочной или в среднесрочной перспективе. Поэтому они хотят зафиксировать статус-кво, какой, еще раз подчеркиваю, мы не проиграли, мы остались на чужих территориях, мы не несем ответственности за военные преступления, потому что не проиграли, мы никого не выдаем на суды и так далее. Мы остаемся суверенным государством, вы с нами считаетесь, вы считаете нас лидерами этого государства, имеется в виду тот же Лавров, тот же Шойгу, тот же Путин и так далее и тому подобное. Мы не выплачиваем репарации. Ну и соответственно мы проводим до апдейт своей армии, до милитаризацию экономику, до мобилизацию живой силы и на следующем этапе мы вас все равно добьем. Вот что они предлагают. Им нужна оперативная пауза с одной стороны и не проигрыш с другой стороны. Это точно нельзя назвать переговорами, потому что еще раз вернусь к позиции Украины. Абсолютно в рамках международного права Украина требует первое, покинуть нашу территорию, второе, восстановить действенность международного права как таковое, третье, выплатить за разрушение и компенсации, четвертое, за военные преступления или преступления против гражданского населения. Мы начинали с этого как раз обстрела в ракетных гражданского населения в разных городах и территориях Украины. Заплатить юридическую цену. Вот позиции Украины, они неизменны. И президент, еще раз подчеркиваю, Украины периодически это напоминает глобальному сообществу. Кстати, и также про репарации, про возобновление Украины. Если я не ошибаюсь, в июне этого года как раз конференция по восстановлению Украины в Берлине пройдет, и господин Зеленский возможно будет там присутствовать физически. Также вопрос возобновления Украины и передачи денег, в свою очередь, российских замороженных активов будет подниматься и в парламентской ассамблее Совета Европы буквально через пару недель. Мы видим очередную консолидацию даже и в этом вопросе мира вокруг Украины. А достаточно ли юридических моментов? К чему я это спрашиваю? Потому что недавно в эфире Freedom общались с Олегом Устенко, советником президента Украины по экономическим вопросам. Он сказал, что медленно, но уверенно процесс идет на пользу Украины. Как сейчас вы оцените этот процесс? Я имею в виду по передаче денег. Господин Устенко абсолютно прав. Медленно и уверенно движется, потому что еще год назад никто даже заикаться об этом не хотел. С точки зрения юридических моментов, я об этом неоднократно говорил. Если Россия добровольно отказалась от исполнения уложений международного права, то, безусловно, международное право не может распространяться как защитный зонтик на активы Российской Федерации, которые находятся на территории других стран, в том числе на финансовые активы и так далее. Если ты добровольно отказался, то международное право больше не действует для тебя. И эти активы должны быть использованы. Здесь я перехожу к концепции, о которой президент Украины неоднократно говорил. Не может быть такого, чтобы Америка, Украина, Европа финансировали издержки этой войны, а Россия не финансировала их. Россия наносит разрушение территории Украины. Соответственно, оплачивать это нужно из денег Российской Федерации, в том числе из замороженных денег Российской Федерации. То есть, соответственно, себестоимость войны для России должна возрастать. Как это можно сделать? Это можно сделать несколькими путями. Один из них как раз-таки полностью изъять эти 380 миллиардов, пока 380 миллиардов евро арестованных активов, замороженных, суверенных и частных активов. Я думаю, что на самом деле российских активов во внешней среде гораздо больше. Но, тем не менее, есть пока доказанный факт 380 миллиардов. Основная часть из них сосредоточена в Европе, основная часть сосредоточена в Бельгии. Соответственно, они должны быть изъяты немедленно и направлены на компенсацию тех потерь, которые несут страны в войне против Российской Федерации. Понятно, Украина это приоритетная страна, другие страны тоже несут издержки. Это первое. Второе. Санкции должны быть проудитированы, безусловно. И эти санкции должны быть в полном объеме пересмотрены. Третье. Россия должна быть изолирована. А что такое изоляция? Это не просто отсутствие России на тех или иных международных площадках, но прежде всего это отсутствие европейских компаний, торгующих на российском потребительском рынке. И, наконец, четвертое. Безусловно, это еще раз пересмотр, скажем так, активов, которые посреднически относятся к России. Ну, то есть, грубо говоря, там есть какие-нибудь схемы, которые позволяют не напрямую России владеть теми или иными активами в заграничных странах, ну, вернее, в иностранных государствах. И, соответственно, и эти активы, на них должны быть наложены аресты. И, таким образом, себестоимость войны для окружения Путина, для самого Путина, будет намного выше, чем сегодня. Вот поэтому для меня здесь не существует какой-то юридической невозможности. Это все как раз-таки длительное бюрократическое обсуждение несуществующих фактов. Факт простой. Россия вышла из действия международного права, соответственно, так как она начала агрессивную войну, то, соответственно, конечно же, международное право должно остановиться в действенности по отношению к Российской Федерации. Активы должны быть направлены на помощь Украине. Я думаю, что так и будет сделано. Вы абсолютно правы. На тех или иных конференциях эти вопросы сегодня дебатируются совершенно в другом виде. Ищутся как раз максимально быстрые решения, которые позволят эти деньги использовать, опять же, на закупку оружия, на восстановление Украины, ну или там на финансирование каких-то социальных программ для Украины. На недавней пресс-конференции президент Зеленский как раз акцентировал внимание на том, что, к сожалению, есть прагматичные лидеры в некоторых странах, и Европейского Союза в том числе, кому война, кому бизнес. Но, как показывает практика, даже Орбана удалось дипломатически переубедить. Мы все помним эту встречу как раз в Закарпатье представителей Офиса Президента и представителей также Орбана, окружения, так сказать. На завершение, позвольте еще уточнить. Самые важные акценты, самые важные планы по работе Офиса Президента в целом на следующей неделе, на следующие месяцы. Приоритетности какие сейчас? Приоритетности очень простые. Закрытое небо, то есть работа с партнерами. Второе, поставки, безусловно, оружия, которое необходимо для эффективных контрдействий по линии фронта. Это поставки авиационных компонентов и дальнобойных ракет, ну и, безусловно, снарядов. Третья составляющая – это оценка ущерба, который Россия наносит энергетической инфраструктуре, и что нужно будет с этим делать, но с точки зрения, опять же, реанимации энергосистемы, чтобы она была более эффективна, ну то есть, грубо говоря, восстановленные основные параметры, этой системы, безусловно, вот эти все основные направления, то есть, еще раз, оружие, деньги, восстановление энергосистемы, ну и, соответственно, конечно же, опять же, активное дипломатическое давление на международные институты, чтобы все-таки статусы России были такими, которые соответствуют нынешнему положению России, чтобы Россия не могла использовать международные инструменты, международные институты для промоции войны дальше. То есть, достаточно большой объем необходимой работы, ну и, опять же, подписание, еще раз, там, отдельно уже подписание тех же гарантий безопасности с другими странами, подготовка к саммиту, на котором будет окончательно закреплена формула мира как единственный способ справедливого и финализации этой войны. Ну, то есть, есть достаточно большой объем конкретно наработанных уже опций, которые должны быть доведены до конца и четко расставят акценты, репутационные, во-первых, акценты, дальше финансовые акценты, оружейные акценты в пользу Украины. Спасибо большое, Михаил. Я еще один маленький вопрос на завершение. Не хочу вас отпускать. Вы очень часто инсайдами делитесь. Быть может, скоро уже Украина почувствует в небе F-16? Украина, хотя бы намекните, потому что постоянно какие-то политологи, политические эксперты всегда что-то там в догадках носятся. От вас информация интересна? Украина первое обязательно получит. Второе, это не длительный процесс уже, потому что и партнеры прекрасно понимают, что Россия сегодня в течение месяца использует порядка 3,5-4 тысяч управляемых эвакционных бомб. Это создает чрезвычайное давление по линии фронта и на приграничные города, разрушительное давление. И, соответственно, чтобы это остановить и потом не депрессировать в своих газетах, в своих медиа, не депрессировать, что все очень плохо, трагично выглядит и так далее, единственное решение, это авиационный компонент, это F-16, которые будут иметь длинное плечо поражения тактической авиации России, которая как раз такие эти авиационные бомбы отправляет. И, соответственно, конечно же, наши партнеры абсолютно точно понимают, что это нужно максимально ускорить. Поэтому процесс не за горами решения вопроса по тактической авиации России, скажем так.